В этом году наша страна стала организатором пятых всемирных игр кочевников, которые прошли в столице нашей родины с 8 по 14 сентября текущего года. Число участников этих масштабных соревнований превысило 2,5 тысячи человек, представлявших более 100 государств мира. В этом списке представители стран-наследников кочевой цивилизации Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и многих других. Особенностью мероприятия стало участие тех стран, для культуры которых такие занятия не свойственны. Это Франция, Беларусь, Грузия, США, Колумбия, Ганна и Центрально-Африканская республика. О том, как проходили и чем завершились эти захватывающие соревнования в материале нашего корреспондента. Кочевники Великой Степи на протяжении веков населяли обширные просторы Евразии и оказали значительное влияние на глобальное развитие. Они были носителями передовых технологий своего времени и одомашнили лошадь примерно 5 тысяч лет назад, что привело к формированию уникальной культуры всадников, оставившей неизгладимый след в истории. Они создали оружие и великолепные украшения. Из казахских земель вышли выдающиеся ученые, такие как Аль-Фараби и Ходжак Метьесави, которые внесли огромный вклад в развитие науки и философии. Наши предки строили великое государство и крупные города, такие как Отрар, Туркистан, Тарас и Сарайшак. Кочевники стали связующим звеном между Западом и Востоком, способствуя культурному обмену. На этих землях существовали Древняя Гуннская империя и Чуркский Каганат, а затем их наследие продолжили Золотая Орда и Казахское ханство. В рамках спортивной программы пятых всемирных игр кочевников в Астане были проведены состязания по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. В их числе конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта. В первую очередь хочу выразить благодарность нашей команде за все приложенные усилия в этом марафоне. Нужно признать, что наши соперники оказались сильнее, и мы, к сожалению, заняли только четвертое место. Наша основной ошибкой было проведение отборочного турнира слишком рано, что привело к длительному застую наших скакунов. Этот ранний отбор отрицательно сказался на их подготовке и в физическом состоянии. В будущем нам следует учитывать более оптимальные сроки для таких мероприятий, чтобы избежать подобных проблем и обеспечить скакунам надлежащую подготовку. Кроме спортивных соревнований прошло и яркое театрализованное представление под названием «Астана – столица кочевников». В этом мероприятии приняли участие зарубежные гости и руководители международных спортивных организаций. Основной площадкой для культурных мероприятий стал уникальный этно-аул. Причем такими событиями был наполнен каждый день игр кочевников. Одним из ключевых стала крупнейшая выставка-ярмарка с участием лучших мастеров-ремесленников Казахстана. Также важной частью программы «Этно-аула» стало традиционное состязание акинов – АйТЭС. Так как игры кочевников проходят на нашей земле, мы тщательно готовились к этим состязаниям. Ведь на нас лежит большая ответственность. И при такой поддержке нашего народа я не мог подвести соотечественников и разочаровать их. В программе были состязания, как масс-рестлинг, игра на перетягивание палки, а также конная стрельба из лука, мастерство, уходящее корнями в глубокую древность. Были представлены и другие интересные виды спорта. Например, орлиная охота, похожая на соколиную. Соревнования проходили и по менее физически интенсивным играм. Например, подбрасывание костей, асок, а также вариации мангала – древние настольные игры, популярные в Африке, к югу от Сахары и на Ближнем Востоке. На этом степном марафоне я представлял команду области ЖТСУ, а моя супруга соревновалась со столичную команду «Тамирис». Соревнования были очень напряженными, и мы вложили в них все свои силы. Мы воспитываем четверых детей, которые, как и мы, с ранних лет увлекаются скачками. В финале соревнований по Кукпару казахстанская сборная сражалась с командой из Кыргызстана. В первом тайме кыргызы вышли вперед со счетом 3-1. Во втором раунде казахстанцы сумели сравнять счет. В напряженной концовке решающий гол забил Кукпарист из Казахстана. Итоговый счет матча оказался 5-4 в нашу пользу, что позволило сборной завоевать золотую медаль. По итогам игр Казахстан убедительно опередил соперников в медальном зачете. В копилке наших спортсменов 114 медалей. Из них 44 золотых, 33 серебряных и 37 бронзовых. На втором месте команда из Кыргызстана. Почетное третье место занимает Узбекистан с 11 золотыми, 12 серебряными и 11 бронзовыми медалями. Всего за национальную сборную Казахстана выступали 216 спортсменов, 21 в виде спорта. Шестой день соревнований принес в копилку национальной сборной страны 25 медалей. Триумфальных выступлений стали состязания с ловчими птицами. Карина Закриева по материалам интернет-ресурсов.